Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живее. Мы находимся, как обычно, в лесу, и нам предстоит, по словам оператора, преодолеть вот этот вот брод. Почему по словам оператора? Потому что именно сегодня, по многочисленным просьбам, мы заключили пари с оператором. Это означает то, что именно оператор сегодня нашел на аукционе самостоятельно автомобиль и купил его за свои, ну, точнее, за деньги компании по своему выбору. Но, почему я сказал за свои? Потому что если сегодняшний автомобиль, который он купил на аукционе, будет фигнёй, то эти деньги будут вычтены из его зарплаты. И полгода он будет работать бесплатно. Расскажи нам, что ты там сегодня нашел оператор? Я почитал, совсем ознакомился и купил КамАЗ. КамАЗ? Да, за 200 тысяч рублей. Пахнет каким-то разводом. Почему? КамАЗ, он миллионы рублей стоит. А, это ещё необычный КамАЗ. А какой? Это спортивный. Спортивный КамАЗ? Спортивный КамАЗ? Спортивный КамАЗ. Раллиный типа? Внедорожный, да. Вот такой вот типа КамАЗ? Угу. За 200 тысяч рублей? Да. За 200 тысяч рублей можно купить только вот такой вот КамАЗ, на мой взгляд. Пойдём искать. Не веришь? Где координаты-то? Угу? Координаты где? Ну, спускаться надо. Я же посмотрел. Ну, всё хорошо. Аккуратно только. Идём. Аккуратно. Тут не то, что можно упасть. Вот эти салфетки, знаешь, о чём говорят? О чём? О том, что здесь кто-то был. Да? Да. И занимался не самыми чисто плотными вещами. Слушай, ну не, так ты открой координаты, я не могу идти слепо. Обычно... О, сапоги. Сапоги? Да, неплохие сапоги в недороге. Так, сейчас. Так. Ой. Что? Ой, там я посмотрел. И чё? Наверх надо, туда немножко. Всё, это время мы шли неправильно, нужно было в другом направлении? Да, наверх надо. Что он внизу будет делать-то, а? Сам подумай. Ну, пошли наверх. GPS-то плохо работает. Блин, это чё, какой-то прикол? Почему? На твоей локации обувь раскидана. Может, ты купил эти... Чё там написано? Волк. Волк. Ну, офигеть. Теперь уже не до прогулки в этих ботинках-то. Может, ты ботинки купил? Нет. А не КамАЗ? Купил КамАЗ. Я уже задолбался в эту гору подниматься. Оператор, долго ещё идти, нет? Нет. Ты понимаешь, что если у тебя не работает чёртов GPS, то мы могли тупо заблудиться. У тебя есть компас хотя бы? Компас? Зачем компас-то? Компас или компас? Он что, покажет, что ли, это, координаты? Знаешь, почему? Компас говорят обычные люди, а компас говорят моряки. Ты моряк или обычный человек? Я обычный человек. Значит, ты говоришь компас, а я говорю компас. О, гриб, слышь, грибок. Белый, да? Или что это такое? Плеснявый какой-то. А-а-а-а! Спорный! Чёрт! Подстава! Чёрт! Ну, веди, задолбал, куда? О-о-о! Что? Тачка. Это не КамАЗ? М? Что это вообще такое? Почему? Тут не видно просто из-за этого. Пошли поближе. Из-за холма не видно его гигантских размеров. Что это? Тебя, Каринато, сюда привели, реально? Вот, да, вот здесь. Плюс-минус 10 метров, если ничего не видишь. КамАЗа я точно здесь не вижу. Мы в лесу, как бы он сюда заехал, он же огромный. А это что? Это не... А-а-а! Иди-ка сюда, сбоку всё становится ясно, старина. То есть ты уверен, что ты купил вот это за 200 тысяч рублей, да? Не знаю. Ну, а я тебя хочу расстроить, старина. Это не что иное, как ОК. В смысле? ОК. Это ОК. Это КамАЗ. Технически. На самом деле это ВАЗ-1111. ВАЗ-4 однёрки. Дело всё в том, что с этим экземпляром, с этой ОКОЙ, произошло много интересных сюжетных, так скажем, историй. Дело всё в том, что АвтоВАЗ разработали её, спроектировали и подготовили производство к тому, чтобы производить эту самую ВАЗ-1111. Но потом они поняли, что у них есть более приоритетные модели в то время, то есть которые будут пользоваться большим спросом. Ну, как бы по ОКЕ видно, что немногие её захотят купить. Она очень, у неё очень слабенький движок, там, по-моему, что-то в районе 40 лошадиных сил. Может быть, это, конечно, не стоковая, это однозначно не стоковая ОК. И её было принято уничтожить, то есть не производить вообще. И в этот момент её выкупает КамАЗ. И производит АКУ на своих мощностях. То есть технически это КамАЗ. Получается, не обманули меня? Не обманули, ты купил АКУ за 200 тысяч. АК, это АК. Так какая-то необычная, я таких не видел. Ты видел такие, нет? Нет, да, согласен. А вот это что, запчасти от неё дополнительные? Уже разваливается? Не успел купить, а уже развалилась. Ну, понятно. Это, судя по всему, бампер передний. О, читай, старина. Видишь, не обманули тебя? КамАЗ бампер передний. Ну, здесь, я так понимаю... КамАЗ 1111, да? Да, да, вот видишь, КамАЗ, типа, 1111. Я не наврал, я умный парень. Так как ты знаешь, что это? Видео смотрю на ютубе. И книжки же читать. Так вот. Короче, эта история находилась вот здесь. Угу. А здесь, походу, у тебя теперь противоударный бампер. Внедорожник. Внедорожник. А, ну да, я не буду. Внедорожник. А ты знаешь то, что АК переднеприводная? Как здесь, может, поставили полный. Ну, это легко узнать с помощью, если посмотреть просто на дно. Ах! Нет. Че? Там нету ни раздатки, ни карданов. То есть, видишь, голое дно. То есть, все находится спереди. Мотор сразу же передает свое вращение на вот эти вот огромные колеса. Да. Они здесь явно нестандартные. Ну что? Заглянем внутрь. Как-то они выпирают, нет? По сравнению. Ну да, это называется... Раллиный вылет. То есть, типа, для того, чтобы увеличить ее... Раллиный? Раллиный, да. То есть, она гоночная и внедорожная получается. Типа того. Да. Видишь, она очень... То есть, вот там сзади стоят стоковые колеса на стоковой дистанции. А эти через проставки и через варки выведены. То есть... Ну, такая, может, дороже, получается, стоит, чем 200 тысяч. Ну, возможно. Ой. Как это? Ой. Что-то там. Или здесь, или... Это просто... Это со стороны... Это со стороны внутренней или нет? Не знаю. Это как-то вот так вот было, наверное. Вот так вот это все выглядело. Не знаю, как еще это... А-а-а! Я понял, братан. Скорее всего, тут толкача толкал ее. Обещает ночью быть вид... Слушай, что мы вокруг нее тремся? Пошли, посмотрим в салон. Надоел уже ты. О! Открыто. Ну, значит, точно... Как это? С аукциона, да? Твой вариант. О, что-то тут внутри еще лежит. Фу. В багажнике. Фу. А-а-а! Ну, ладно. Автоваз. А-а-а! Отстой! Что это за пульты? Моргалки, мигалки какие-то. Ой, какая она горячая, ужас. Ну, так. В смысле, два пульта? Два пульта, видимо, какая-то электроника здесь есть. Так, сейчас семечки и набор документов под семечками. Фу. И плесень. Ну, по крайней мере, у нас есть документы. Вопрос осталось решить только с ключами. Козырьков нет? На колесах есть? Нет? О, смотри, как интересно. Хорошо-то как. Угу. Без зажигания, судя по всему, нет. Монитолы у тебя тоже лишили. Хотя за 200 тысяч могли бы и оставить. Это, так понимаю, механизм открывания. Давай взглянем на ту сторону. Еще, знаешь, бывают подховрики кладут на аукционах. Нет, здесь нет ничего. Посмотри на колесах, нету ничего. На колесах? Да. Нет? Тут нет. На том тоже я не вижу ничего. Да, здесь нет. Я под тем не смотрел еще. То есть, подожди, а ты эту дверь снимал? Водительскую? Нет. Ммм, 200 тысяч рублей. Ребят, не забывайте писать ваши комментарии, окупился ли по вашему оператор или нет, потому что окушка за 200 тысяч рублей, это, конечно, надо поискать. Я тебе так скажу, что в стоке, в рынке АК в нормальном состоянии, ездящая с документами, стоит 40-50 тысяч рублей. Это ее рынок. В идеале она будет стоить 80, ну край, вообще край, если она просто как с завода целка, это 100 тысяч рублей, не больше. Ну, как будто она вот идеально хорошо ездит, но у нее есть свет, усиленный бампер, еще бампер, который валяется. Еще здесь закрылки, кстати говоря, внедорожные. Ну, еще какая-то, судя по всему, музыка. Да, электроника, с пультами мы еще не разобрались. Так, коврики, между прочим. И мы под капот не заглядывали, там Камазовский движок мощно стоит, наверное. Ну, теоретически, да. Но опять же, это только технически. По факту, это Жигули просто производились на заводе Камаза. Смотри, еще коврики. Я, так и быть, встану на другую сторону. Коврики Mitsubishi. Во. Видишь, написано Mitsubishi. Хотя правильно начинается Mitsubishi по-японски. Движок японский может быть тогда. Опа, ой. Ой. Предохранители, провода, электроника, все, как ты любишь. И много ключей. С брелком, судя по всему. Ракета. Так, все, теперь вот так у нас есть это самое. Ну, давай посмотрим, что там у нас под капотом. Потом уже перейдем к тому, чтобы заводиться. Может быть, реально там японский движок Mitsubishi какой-нибудь. Тут какие-то эти. Гоночные, раллийные. Это специальные такие отщелкивающиеся штуки. Знаешь, для чего? Чтобы быстрый доступ иметь к капоту, чтобы можно было его тянуть в любой момент. Ну, иди сюда. Опа. А что он так открывается? Так это же раллийный капот. Конечно, он так открывается. Ну, красный, значит, быстрый, правильно? Угу. А ты знаешь еще особенность этих моторов? Нет. Вот смотри, сколько ты свечей здесь можешь насчитать. Раз, два. Да? У него два цилиндра. Это хорошо? Нет. Нет. Типа, чем больше цилиндров, ты что, не слышал? Типа, В8, В16, В228. Это самое главное, чтобы было как можно больше цилиндров. Ну, она же легкая, ей много не надо, мне кажется. Ну, да, согласен. Тут в этом и прикол этой машинки, что она ультралегкая. И очень маленький расход у нее. И все такое. Это решительный бачок. Это плохая новость. Почему? Потому что это карбулятор. Значит, там у нас есть какой-то карбулятор. Движок, фиг знает. Я не знаю, какой движок у Камазов или у Вазов стоковый, не стоковый. Но похож на самый абсолютный сток, если честно. Давай проверять, заводится или нет. Да, да, да. А это у тебя, смотри, у тебя еще подарок бампер. Можешь его продать на аукционе. Это бампер от Камаза. Я его поставлю. Так. Хорошо. Кстати говоря, в багажнике еще много чего интересного, да? Смотри-ка, там что-то так. Багажник полный вещей каких-то. Может быть, там что-то ценное будет? Конечно. Распакуем его? Да. Ну, давай только, когда подписчики наберут 20 тысяч лайков под этим видео, тогда мы его распакуем. О, смотри, да у тебя салон разборный. Офигенно, да? Очень удобно. Чтобы десантироваться из этого автомобиля как следует. Такс. Ну, ключ вставляется, очевидно. Сюда тормоз на всякий случай. Зажигание есть. Значит, аккумулятор... Кстати говоря, я не видел аккумулятора в этом. Я тоже. Под капоте. Ну, он здесь есть. Однозначно он тут есть. Так. Что, пробуем? Давай. Ну, хотя бы так. Мощно. Звучит, да. Ромко звучит-то. Нехило. Ну, зачем вот эти штуки надо разобраться? Мне кажется, это вот верхний свет он включает. Давай я включу свет, а ты посмотришь, работает там что-то или нет. Хорошо? Так, хорошо. Так. Включается? Вот так вот работает? Нет? Странно. А вот так, вот так? Вот так? Вот так? Я натыкал все кнопки. Только почему-то они разного цвета. Разного цвета? А вот эти сверху так и не включились? Эти нет, не включались. Ну, я взял с собой пульты посмотреть, что это за история такая. Не работает. Ничего нажимают. Ничего не работает, к сожалению. Обман какой-то, оператор. Странно. Опа, опа, опа. Видал, поменял. Что-то, я что-то нажал и что-то... Только одна меняется или обе? Походу только одна. Я не понимаю, я нажимаю на чисто на случайные кнопки, если честно. Или вот. Непонятно. Ну, короче, видимо, надо разбираться с электроникой. Свет переливается. Где-то я вроде нажимаю просто. Нет? Нет, не нажимай. Ну, хорошо. Да, меняется свет на туре. Прикольно. Но так ездить нельзя. Ой, вот так тем более. Это вообще противосоконно. Это вообще, это все. Это статья тебе, оператор, сразу же. Давай это дело выключим. И включим тупо белый цвет. Да нет. Вот, все. Во. Жалко, что вторая не такая же. Хотя, может, один пульт от нее, другой от нее. Надо с этим разбираться. Орет она, конечно, знатно. Это, скорее всего, говорит о каком-то спортивном выхлопе. Потому что обычно она должна быть намного тише. Ну, надо еще проверять, как она ездит, собственно. Ого, смотри, в дверях подсветка. А теперь с этой стороны что, не работает? Ой. Ой. Что? А тут искра что-то на массу коротит. Ай. Ну, ладно, я не буду это делать. Ладно, давай я попробую отсюда выехать. Потому что местечко ты, конечно, выбрал не самое удобное. Потому что... А, черт. Какая же она маленькая. Блин. Зря я, наверное, доверил ему свою тачку. Он ее сейчас разобьет же. О, кстати, там дорога. Ой. Нифига не видно, она тонированная в хлам. Не хватает ей тяги. Отнюдь это не внедорожный автомобиль. Не хватает тяги. Багажник открылся. Чего? Тут, кстати, яма. Он может за нее улететь. Слышишь? Уже есть прогресс. Эй. Блин, он меня не слышит. Ну, ладно. Да ты что не сказал, что я в Канаву еду? Я тебе кричал и 20 раз сказал. Я в Канаве из-за тебя. Сейчас я выйду из этой Канавы. Такс. Где-то здесь должен быть процесс. Должен же быть. Да. Вот он. Черт. Да где он? Должен же быть где-то здесь. Да где подсос? Где чертов подсос? ГГ какое-то. Вроде уже и с подсосом, и так, и сяка. Не хватает, и все. Ну, давай. Походу, бензин, наверное. Бензин, походу, закончился. Думаешь? Ну, а что он не заводится-то? Может, толкнем? Ну, надо. Она же легкая. Да, мне кажется, ее поднять можно. В Канаве она сидит, конечно, конкретно. Угу. Я тебе говорил. Что? Я не слышал. Да блин, что делать-то, Вия? Ты машину запоганил. Я подвонил стажером. Нифига вас закинул. Здорово. А он-то что сделает? Здорово. Канаву. Иди, что отсюда? Что надо? Машину надо толкнуть. Так она же легкая, что один-то не справился. А я даже не пробовал. Давай. Нифига себе надо ехать. Это оператора машины, это он заехал. Он врет. Я сказал, что он вонит его не ехать. Ну, давай толкаем. Раз, два, три. Не скрывал. Да ты долбал, шутник. Я выслал, помогай. Помогай, давай нормально. Раз, два, три. Сейчас в канал опять улетишь. Он что, не помогал? Не помогает он. Давай, это, помогай. Так, ты что снимаешь? Пошли тоже погулять. Сейчас, если не получится, помогу. Ай, я. Ты сейчас у меня улетишь, понял? Мы там из другой канавы вылезли с оператором. Дуда улетишь, понял? Там побольше канавы. Раз, два, три. А там есть кто-то в полонию? Нет. Давай, помогай. Втроем вытолкаем. Да вы что? Давай, на счет три. Мы почти вытолкали. У меня звездочки в глазах. Ты что? С ума сошел? Ты что, старый сказал? Давай еще раз. Два, три. Две, последние. Нормально. Вытолкали. Давай, все, на пенсию уже, оператор. Так. Слышишь, молодой? Давай, еще, это, она чуть не заводится. Ой. Малясь, это самое. Ну-ка, пусти меня. Не заводится, у тебя ничего там. Там ключи с ракетой. Это ракета? Заткнись, идиот. Лучше-то они меня подкалывают. У меня же родственники в Украине есть. С, 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 С. Знаете, вот муха ТЦ. Знаете, как это переводится? Муха ЭТО ЭТО. Все, понял, понял. Не, нифига. Давай я тебя, короче, еще толкну. И ты с горки уже это, заведешься. Давай на нейтралочку и выкручивай колесики. Слушай, хорошо, что ты взял акул, а не очередную буханку. Давай, выкручивай и езжай. Направо. Оператор, отходи. Так. Что, давай, давай. Так. И давай с горочки. О! Все, стой, 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 стой. Куда ты поехал, дебил? Слушай, хорош баловаться. Э, все, давай, двигайся. Давай, 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 давай. Нам надо в гараж гнать, это же машина оператора. Подождите, сейчас сразу сяду. Давай. Двигайся. Давай, двигайся. Че сделал ты? Двигайся. Давай, включай в первую. Подождите, что-то мне шею там дали. Так, у тебя нога. Нога на педалях, убери ее. Мои кишки. Ой-ой-ой, тут еще байпер оператора. Ой-ой-ой. Давай, поехали. Слушай, смотри, представьте, если я резко завчу включить заднюю, че будет со стазором. Да-да. Так, давай, первое. Поехали. О, две, тяжело, ваденько уже, да? А че так и ездят вакушкою? О, ну там обычном. Ты дурак, ездить не умеешь. ездить я не умею обычно у окушек в зале есть еще один ряд а здесь у тебя огромный багажник еще так-то гаража поедем 50 километров а чё делать у тебя другой транспорт есть в общем к нам в коллекцию добавляется еще одно ведро крайне нестандартно у меня наверно самая нестандартная коллекция ведер не бывает просто обыкновенной машине все какие-то с прибудами с приколами но не забывайте о том что мы распаковали только наполовину нам еще предстоит распаковать багажник у этой аки я не знаю как ее назвать допустим черная ака или какая-нибудь злая к ну или ака оператора на край потому что все таки ее оператор купил и решать в комментариях вам дорогие зрители решать оператора зарплаты или все-таки тачка окупная и интересная все решайте вы пишите в комментариях лишить зарплаты оператора или тачка крутая каких комментариев будет больше те победили вот такая вот ракета можно еще и назвать ака ракета напоминаю то что вчера мы распаковали багажник вот этой автомобиля то есть можете посмотреть вот по подсказочке совсем недавно произошло это что там произошло меня мягко говоря шокировала я втором пункту лежала из-за всей этой ситуации потому что мне прилетела знатная он так скажу и остается много вопросов вопросов становится все больше и машин тоже становится все больше и это все ради вас друзья чтобы вы ставили лайки под этим видеороликом когда номером 20 тысяч лайков под этим видео будем распаковывать багажнику этой аки также подписывайтесь на канал и нажимать на колокольчик чтобы не пропускать те видеоролики которые уходят каждый день специально для вас ну а с вами был я вячеслав смылых или живее мы с вами увидимся совсем скоро пока 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 эти видеоролики кстати очень крутые советую тебе их посмотреть